Казань В разговоре со многими, когда заходила речь о Казани, все говорят, да, Казань, Казань это такая красота, это действительно так красиво, это масштабно. После Нерсиады эти потрясающие дороги, эти развязки, это потрясающий железнодорожный вокзал, это действительно фантастика. Больше 10 лет назад без руков сотоварищей осваивали пространство Казани и окрестностей во время съемок фильма «Реальность сказка», снятого в локациях города. Съемочный марафон, где конкретные места были декорациями для фильмов и сериалов, только начинался. Это то самое поколение, которое сейчас немножко брошено, оно, ну как сказать, ему не уделяет внимания, оно немножко варится само по себе, в своем собственном соку. А что это за сок, да, и что мы даем в данном случае, что дает телевизор, что дает общество этим молодым людям в 14 лет, вот это уже вопрос. По отмашке нараспашку, рвать одежду и орать вперед, не халтурить будет буря, где драм крышу рвет. Я драматический артист, которого учили и этому тоже, поэтому я безусловно и пел еще и со школы студии МХА, но все это были такие вот актерские, драматические песни и выступления в своей колее у Никиты Высоцкого. Я пел каждый год Высоцкого там, и как-то Аня услышал, как я пою, моя супруга и моя жена Анна Матисон, Аня Безрукова, она сказала, что, конечно же, это надо развивать дальше. После карантина театр вновь заработал. На очереди мировая классика и долгожданные встречи со зрителями. Каким образом, в данном случае, выживать, если у нас будет 70% заполнения признала, а не 100%. Посмотрим, будем надеяться, что что-нибудь, что все-таки жизнь изменится к лучшему. И через год мы вспомним, как, знаете, страшный сон, который когда-то приткнется, и какое-то впечатление холодного пота осталось. Да, но вроде бы все нормально, все хорошо, прекрасно. Дмитрий Пьяваров, Дмитрий Жженко, телеканал «Эфир». Продолжение следует...